Дайджест недвижимости От фирмы «Стен» поступило предложение расширить зоны многоэтажной жилой застройки в Слободе-Лосево в районе дома 13. Кировский ССК предлагает внести часть садоводческого товарищества «Пригородная-2» на Филейке рядом с Жуковского 4А в зону общественно-деловой застройки. Еще одно предложение поступило от компании «Железно». Оно предполагает увеличение зоны многоэтажной застройки в микрорайоне Метроград и западнее микрорайона Урванцево. Публичные слушания завершатся 30 августа. Посмотреть документы и оставить свои замечания можно в кабинете 139 Управления градостроительства и архитектуры администрации Кирова. Дайджест недвижимости Более 5000 потечных кредитов оформили кировчане в первом полугодии 2017-го. Объем выданных с начала года займов составил порядка 7 миллиардов рублей, а их количество на 22% превысило показатели за прошлый год. Эксперты связывают это со снижением процентной ставки. Она, по данным Центробанка, по итогам полугодия снизилась в среднем до 11,5%. Общая задолженность жителей области по жилищным кредитам сейчас превышает 38 миллиардов рублей. Объем просроченной задолженности достиг 267 миллионов. В целом по России заемщики за полгода оформили более 425 тысяч жилищных кредитов на сумму почти 800 миллиардов рублей. Напоминает Девятка.ру. Объемы водожилья в России продолжают падать. В июле этого года было построено 5 миллионов 400 тысяч квадратных метров. Это на 5,6% меньше, чем в июле 2016-го года. В целом за 7 месяцев 2017-го в стране возведено 33 миллиона 400 тысяч квадратов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года падение составило более 10%. Напомню, что по скорректированным данным Росстата объем водожилья в России в 2016 году в сравнении с 2015-м также снизился на 6%. Ранее Банк России и Минстрой прогнозировали, что спад жилищного строительства придется именно на 2017-2018 годы. Рост объемов водожилья возможен с конца следующего года. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Продолжение следует...